Футбольное событие, под знаком которого пройдут ближайшие 7 лет. Россия примет чемпионат мира 2018. В напряженной борьбе за это право наша страна обошла Великобританию и два дуэта. Испания-Португалия и Бельгия-Нидерланды. Британская заявка, вокруг которой было много шума в желтой прессе, выбыл уже в первом туре. Российской совсем немного не хватило до абсолютного большинства, которая, впрочем, ей была обеспечена в следующем раунде. В число 13, именно столько голосов за Россию, записанного в итоговом протоколе, стало счастливым для миллионов российских болельщиков. Корреспондент Первого канала Иван Благой был сегодня в самом центре долгожданного события. Ответ в обычном почтовом конверте. Затем, как легко ломался Сургуч, следили миллионы фанатов игры номер один футбола во всем мире. В 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Президент FIFA не успел произнести слово «Россия», как его голос, усиленный мощными динамиками, потонул в криках радости российской делегации. Вот он, золотой кубок чемпионата мира, главный трофей первенства. В 2018 он будет выставлен перед болельщиками на российском стадионе. Дорогой президент Блаттер, дорогие члены исполкома FIFA, дорогие друзья, коллеги и все, кто собрался здесь в этом зале. Вы доверили нам честь провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Я могу пообещать, и все мы можем пообещать, что вы об этом никогда не пожалеете. Давайте делать историю вместе. 16 стадионов в 13 городах. Возможность показать нашу страну такой, какой ее еще не видели. Обновленный, с новыми современными аренами. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Ростове. В ряде регионов работы уже начались. Крупный центр для юношеских сборных появится и в Подмосковье. Как и ожидали, мощная программа развития футбола, гарантированная правительством России, привлекла FIFA. И недостаток, на первый взгляд, тот колоссальный объем работы, который предстоит выполнить, стал нашим главным преимуществом. То, где будут проводить чемпионаты мира 2018 и 2022 года, очень символично. Мы открываем новые земли, потому что Россия – это Восточная Европа. Там никогда не проводился чемпионат мира по футболу. Что же касается Катара, это Аравийский полуостров. Там тоже давно нас ждут. Такой трогательный и одновременно настолько поражающий размахом съемок истории не было ни у одной страны, борющейся за проведение чемпионата мира, говорят в кулуарах FIFA. За три минуты сна маленького мальчика Саши узнаешь и о климатическом, и о культурном многообразии России, о том, кем она больше всего гордится и как жаждет этой победы. Но это уже не сон. Победа реальна. К ней шли почти два года, методично убеждая членов исполкома FIFA. Россия настроена всерьез и способна организовать такой чемпионат мира, какого в истории игры номер один еще не было. Лидер российской сборной Андрей Аршавин, он прилетел в Цюрих из Лондона. Аршавин играет в лондонском Арсенале. Нашел нужный подход к сердцам футбольных чиновников. Эта победа важна для него лично, не только как для футболиста, но и как для отца. Наши люди хотят увидеть у тебя чемпионат мира, хотят увидеть лучших футболистов мира, не где-нибудь по телевизору, а прямо вот в своих городах. И я хочу, чтобы детишки, может быть мой сын в том числе, пришел на стадион через 7 лет и увидел, я не знаю, Месси, там Криштиана Рональда, я думаю, они еще будут играть в это время воочию, живьем. За онлайн-трансляцией, организованной FIFA в интернете, следили российские фанаты по всей стране от Калининграда до Владивостока. Решение футбольной федерации для них, как победа с крупным счетом, в игре, от которой зависит все. Наши выигры сегодня были настолько уверены, что даже дети, вот сейчас позднее время, и дети остались здесь, поэтому мы очень все рады и очень довольны. Когда достали открытку из конверта с надписью «Раша», это, конечно, просто для всех был шок, очень приятный шок, как, не знаю, гол где-то в финале какого-то важного матча. Главным соперником России, по мнению экспертов, была Англия. В Цюрихе высадился целый десант во главе с главой правительства Дэвидом Кэмероном, наследным принцем Уильямом и экс-капитаном английской сборной Дэвидом Бекхэмом. Но, по некоторым данным, Англия вылетела уже в первом туре голосования. Не последнюю роль, и, вероятно, в этом сыграла грязная информационная кампания, развязанная британскими СМИ. Прямую видеотрансляцию из Цюриха организовали и в центре Лондона. Принесла она одно разочарование. Британский премьер Дэвид Кэмерон и вовсе не стал поздравлять Россию. Глава заявочного комитета Испании и Португалии не скрывает досаду, но все же находит нужные слова. Наша заявка хорошо спонсировалась, мы потратили много денег и сил, но FIFA предпочла Россию. Мы ценим эту страну и хотим ее поздравить. С этого момента открывается новая страница в истории отечественного футбола. Россия начинает подготовку к проведению чемпионата мира. Впервые за всю историю мировых первенств он пройдет в нашей стране. Девиз российской заявки «Готовы вдохновлять». Сейчас можно уже изменить. Начинаем вдохновлять. Вдохновлять болельщиков игры номер один во всем мире. Приехать в 2018 году в Россию на грандиозный праздник футбола. Иван Благо, Илья Марин, Первый канал, Цюрих. Дмитрий Медведев уже откликнулся на решение FIFA провести чемпионат мира 2018 года в России. Это заявление президента мы получили за несколько минут до начала программы. Дорогие друзья, я всех сердечно поздравляю с блестящей победой. Россия получила право проводить чемпионат мира 2018 года. Поздравляю всех российских болельщиков. А это огромная, многомиллионная армия. Поздравляю, конечно, тех, кто занимался организацией нашей заявки. Тех, кто отстаивал наши интересы. Ну, теперь остаётся только готовиться. Готовиться нужно по-серьёзному. У нас, конечно, уже будет опыт Олимпиады 2014 года. Но, тем не менее, это огромное, очень серьёзное соревнование. Готовиться всем, кто будет принимать участие в создании спортивной инфраструктуры. Ну, и готовиться нашим футболистам. Потому что мы не можем похвастаться пока блестящими успехами на чемпионатах мира. Но, если уж мы отвоевали право проводить чемпионат в Москве, это очень ко многому обязывает нашу сборную. И я уверен, что все наши ребята, все футболисты приложат максимальные старания для того, чтобы добиться блестящего результата в Москве. Это действительно очень приятное событие. Я всех сердечно поздравляю. Будем болеть за наших, будем готовиться к чемпионату. А Владимир Путин, который не поехал в Цюрих, чтобы, как он сказал накануне, не давить на членов исполкома ФИФА, следил за новостями в своём кабинете в Доме правительства. И как только стало известно о том, что победила Россия, глава правительства объявил, что теперь в Швейцарию полетит. Я прежде всего хочу поблагодарить членов исполкома ФИФА за принятое решение. За то, что они доверили нам проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. В России любят футбол, в России знают, что такое футбол. Даже в условиях Великой Отечественной войны, даже в блокадном Ленинграде играли футбол. И это, мне кажется, о многом говорит. Это говорит о том, как у нас относятся к спорту вообще, к этому виду спорта. Это говорит о том, что спорт всегда служил под спорем, поддержкой для наших людей. У нашей страны есть всё для того, чтобы провести чемпионат 2018 года на очень достойном уровне. Конечно, нам многое нужно сделать. Это и стадионы, это аэропорты, гостиницы, дороги. Но в этом и есть вызов, в этом и есть преимущество нашей заявки. Потому что это означает развитие мирового футбола. Но это означает и развитие спортивной, дорожной, транспортной инфраструктуры для нашей страны. И я, конечно, отдельно поздравляю всех, кто любит спорт в нашей стране, всех любителей этой замечательной игры футбола. Сегодня у всех нас большой праздник. И ещё стоит отметить, что футбольный чемпионат, в котором сборная России, как хозяйка первенства, примет участие автоматически, без отборочных туров, не единственное спортивное событие мирового уровня в нашей стране в ближайшем десятилетии. Напомню, в 2013 году в Казани пройдёт универсиада. В 2014 году в Сочи зимние Олимпийские игры. И до 2020 года в нашей стране состоится этап знаменитой автогонки Формула-1.